Не разбрасывать сети. С сегодняшнего дня в Новосибирской области действует запрет на рыбалку. Рыба идет на нерест. Промысел в эти дни наносит огромный урон для популяции, рассказывает Александр Шпак. На берегах обеища можно найти льдиный снег, но утки знают, скоро будет чем поживиться. У обской рыбы, карпов, осетров и окуней начинается брачный сезон. Она собирается в стадо. Она идет на мелководье, где она более легко ее поймать. Для браконьеров, да. Именно для сетевых промысловых орудий лова. В царские времена, говорит начальник рыбнадзора Николай Костюков, в эти дни даже в колокола звонить запрещали. В 21 веке запрет ловли на месяц. Нерест начался сегодня, но пока что это только формальность. Температура воздуха минус 5, а рыбы любят тепло. Пока что им еще не до размножения. Браконьеры тоже предпочитают солнечную погоду. Поэтому сейчас водный бассейн пуст ни одной лодки, ни одной удочки. Но рыбнадзор уже бдит, так что всем рыбакам пора сушить весла. Ловить сетью разного рода ловушками нельзя. Штраф. И никаких лодок. Единственный допустимый метод – с берега на удочку. Причем иметь можно не больше двух крючков. И штраф не самое страшное. По закону у нарушителя изымают снастью, лодку, улов. Николай Николаевич показывает склад изъятого. По одним вещдокам ясно, сколько составляют протоколов. Вот необычный экспонат самолов. Очень давно это еще при царе запретили. Запретили, потому что он ранил и убивал рыб больше, чем ловил. Таково устройство ловушки. Она, собственно, и есть олицетворение браконьерства. Ради наживы брать больше, чем можешь унести. Несмотря на последствия и закон. Таких самоловов и прочих незаконных снастей инспекторам предстоит изъять еще много. Правда, пока что хранители рек выходить на воду не торопятся. Еще не распаковали новенькие катера. На одной из этих красавиц мы и поплывем в рейд по браконьерам, когда у рыб начнется активная фаза нереста. Александр Шпак, Тарас Тарасов. Новости ОТС.